Всем привет, ребята! Это Зомби Вегас. Сегодня я без студии. Сегодня у нас продолжается степ-бай-степ марафон. Марафон пошаговых игр. Раз в четыре дня выходит видео на моем канале. Это посвящено какой-то интересной игре, которую вы, скорее всего, еще не видели и которая, возможно, вам понравится. Я надеюсь, что такой формат вам зайдет. Так вот, первая игра уже была на канале. Вы помните, это карточная игра Dreamgate. Сегодня у нас полноценная пошаговая тактическая игра, которая называется Forged of Blood. Так вот, в трейлере вы увидите основы. Но я расскажу вам немножко от себя. Critical Forged, компания, которая разработала игру, это компания из восьми людей. Они очень старались, чтобы сделать эту игру. Как разработчик мне написал в посте, что они очень много времени занимались ею. Они уложили много механик. И она, на самом деле, достаточно комплексная и сложная. Я должен сказать, что я поиграл несколько часов. И, по сути, это так и есть. Из минусов отмечу, что здесь очень слабая анимация. И, в принципе, визуалка не самая лучшая. То есть, если посмотреть на это чисто на визуалку, то может показаться, что игра очень устаревшая. И, возможно, это так и есть. Но чисто по геймплею, мне игра понравилась. Я решил с вами поделиться. Поэтому, когда вы посмотрите это видео, пожалуйста, ставьте свои впечатления в комментариях, чтобы я понимал, какие игры вам нравятся. Чтобы я понимал, какая аудитория смотрит каналы, какие игры более интересны. Потому что у меня большой запас разных интересных игр. В этой игре и тактические перемещения, и прокачки героев, и магия. Причем очень гибкая магия. Там не очень много заклинаний. Но мы каждое можем настроить максимально сильно. В общем, все сделано достаточно интересно. Поэтому я не буду растягивать. Давайте перейдем к геймплею. Покажу вам самые важные моменты. А играть в нее или не играть, решите уже вы. Приятного просмотра. В самом начале игры у нас есть сразу же два варианта. Первый вариант это сюжетный вариант. Называется он The War of Claims. В этом режиме мы играем роль сына короля. Короля убили. Короля предали. И мы, собственно, ищем тех, кто его предал, убил. Параллельно у нас происходит куча событий. У нас постоянно происходит выбор. То есть у нас много сюжетных моментов, где мы выбираем, что нам сделать. То есть куда мы пойдем, с кем будем драться. Что нам сделать в плане, какое решение принять, по какому пути пойти. То есть там очень много сюжетных моментов. Так что можно сказать, что в игре даже есть определенные элементы ролевой игры. В плане вот агреш-ролли. И второй режим называется Ateran Conquest. Это более свободный режим. То есть это для тех, кто уже разобрался в игре. Для тех, кто хочет именно ощутить все прелести. То есть побегать по карте, позахватывать, повыбивать всех. Но для начала, конечно же, интереснее поиграть режим именно The War of Plains. Также при садании игры у нас есть гибкая система сложности, которая может поменять любой момент. То есть у нас есть режимы сложности легкий, нормальный и сложный. Кроме того, есть сеты по магии. Здесь магия играет важную роль. Поэтому здесь можно, скажем, упростить. Например, смотрите, вот если мы поставим Low Magic, то у нас упростится контроль магии. То есть будет легче ее управлять, легче ее использовать. Если High Magic, то наоборот будет сложнее. То есть такие вот есть настроечки. Они позволяют очень гибко настроить игру. И, соответственно, построить ее под себя. Про достаточно интересную систему прокачки и про магию расскажу немножко позже. Но хотел бы начать именно с боя. Потому что бои это основная составляющая этой игры. Это, собственно, место, где мы управляем какую-то тактику, стратегию. Но между боями у нас есть глобальная карта, на которой мы, собственно, проводим какие-то реформы того, что в мире происходит. В плане того, что мы можем захватывать какие-то территории, захватывать замки, впоследствии создавать еще армии. То есть, видите, у нас тут это первый отряд из трех. Впоследствии их будет три. Можно будет разными отрядами двигаться в разных частях карты, захватывать какие-то элементы, проходить по сюжету. То есть тут сделана такая глобальная составляющая тоже, помимо обычных боев. То есть это на самом деле респектово, потому что в многих этих играх нет чего-то большего, чем просто битвы. Там просто битва, 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 как миссии, как на телефоне, грубо говоря. А здесь есть более такая глобальная цель. И вот в режиме втором, который я показывал, там как раз можно просто заняться тем, что мы будем захватывать карту. Соответственно, испытаем все механики игры. Смотрите, как я рассказывал, в этой игре есть элементы выбора. То есть они в основном связаны больше с тем, что мы встретим по миру, то есть с кем будем драться. Но, например, в данном случае нам предлагают либо пойти через людей, подраться с ними, либо пойти через лес, но там есть риск встретить опасных животных. Но по сути не риск, это стопроцентный шанс. В данном случае давайте я покажу вам битву с людьми, потому что там как раз игра больше раскрывается, потому что вы увидите и страшные механики противника, как они передвигаются, и при этом вы увидите, как, в принципе, игра устроена в плане тактики. Смотрите, вот наш отряд, вот отряд противника. То есть мы можем посмотреть сверху, как все выглядит. У нас для каждой точки есть какая-то разная зона, то есть бывает какой-то город, бывают горы, бывают юниты могут находиться вообще где-нибудь на возвышенности. Но всегда на эту возвышенность можно либо залезть, либо с нее слезть. То есть, грубо говоря, не будет такого, что не будет в какой-то зоне, которая будет ненасягаема. Вот, наш отряд здесь находится. Сразу же скажу важную вещь. Я сейчас сразу же вам покажу. У нас есть в игре кодекс, ну так называемая энциклопедия. Эта энциклопедия на самом деле очень глобальная. То есть здесь вот, если вы посмотрите, здесь куча всего. И здесь рассказываются на самом деле все важные элементы игры. И если вы не сможете разобраться в чем-то, то вы как раз можете зайти сюда и все посмотреть. Это здесь очень удобно сделано. Здесь все на английском пока что. Они говорят, что русский язык для них в приоритете. То есть они собираются его перевести. Но по сути, по сути, давайте сейчас быстренько найдем здесь. Вот, я хочу показать вам самую главную механику. Вот. И русский язык в приоритете, но пока что его нет. Но здесь вы, почитав эти маленькие коротенькие стрейки, вы сможете понять, как все устроено. То есть даже если вы не знаете английского языка, в принципе разобраться можно в боях. Ну а там в глобальном мире какие-то диалоги, в принципе это такая вещь. Чисто на интерес. Если вам интересны методические битвы, то вы сможете ими пользоваться, даже не владея хорошо языком. Смотрите. У нас есть три вида экшн-поинтов. Синие, зеленые и желтые. Синие отвечают за передвижение. Такое глобальное передвижение, там пробежать много ячеек и так далее. Зеленые это короткие действия. Это, например, перебежка возле врага на одну ячейку. Это, например, который не задействует атаку по возможности. Или другие действия, которые будут открываться по ходу игры. Желтые это самое важное. Желтые отвечают за как раз таки атаку. Атака, использование абилок и использование спеллов. То есть как это реализовано на карте, вы сейчас увидите. То есть видите, у нас есть разные ячейки. Соответственно, грубо говоря, если мы понимаем, что если передвинемся сюда, то мы потратим желтый и синий поинт. Вот здесь это нарисовано. Соответственно у нас останется еще зеленый поинт, чтобы немножко перебежать. Если передвинемся сюда, у нас еще останется зеленый и желтый поинт. Можно будет ударить, либо сделать маленькую перебежку. Таким образом мы можем планировать. Я обращаю внимание, что здесь есть режим обычной игры. То есть нормальная скорость. Она несколько топорная. Вот посмотрите на это. Маленькая перебежка не страшна, но когда они становятся побольше, то это реально очень медленно все развивается. И для начала игры, по крайней мере, в этом нет необходимости особой. Поэтому лучший режим использовать квадрупул. Квадрупул спид. По сути это скорость в 4 раза увеличенная. И таким образом мы сможем немножко быстрее разыгрывать. Давайте подойдем нашими бойцами поближе. Я покажу, собственно, как происходит сама битва. Потому что на этом этапе все мы просто начинаем. Первое шаговое это просто передвижение. И смотрите, вот для лучника все немножко более интересно. Потому что если у мечника мы понимаем, что для того, чтобы ударить, нужно подойти вплотную. Вот мы здесь стоим, например, можем убить трюльного лучника. Он, в принципе, может ударить с большого расстояния. У него лук средней дальности, поэтому, скорее всего, не сможет выставить с дальнего расстояния. Давайте пробуем. То есть, например, в данной ситуации, как можно разыграть хорошо? Можно передвинуться вот сюда. С синей ячейкой. И у нас еще остается зеленая ячейка. Видите? Вот если бы мы сразу же пошли сюда, мы потратили желтую ячейку, и у нас не было бы хода. Но использовав две другие, мы можем попасть в ячейку, с которой мы можем стрелять. Поэтому просто... То есть, видите, если мы пойдем сюда, мы потеряем желтый поинт, мы не сможем выстрелить. С этой ячейки сможем. То есть, мы встали здесь, у нас появляется выстрел. 73% шанса. Видите, у нас есть крит мультиплайер, крит шанс, хит шанс. То есть, такая вот система глобальная. То есть, у нас есть все шансы, которые мы будем прокачивать. Система прокачки достаточно интересная. Я покажу вам ее после этой битвы. Хочу просто битву показать вам полноценную одну. Это займет буквально минуты 3-4, я думаю. Битва здесь не очень длинная, особенно в начале игры. То есть, вы должны понимать, что это, то, что я вам сейчас показываю, это вот буквально часа 2 игры. Самое начало. Это все герои, по сути, предсозданные были. То есть, я их не создавал сам. По ходу игры можно будет нанимать новых и использовать их. Поэтому, на самом деле, игра достаточно комплексная. И вы в этом сможете убедиться немножко позже. Смотрите, у нас есть удар обычный. У нас есть удар вот такой вот Армсмен Опенер, который увеличивает дэмэдж и точность. Взамен на как раз-таки использование нашей защиты. То есть, он, грубо говоря, потерял немножко защиту, но удар получился немножко сильнее. И вот после этого у нас остается зеленый поинт. То есть, мы можем безнаказанно куда-то немножко отойти, увернуться. Либо, наверное, дать возможность союзнику встать на более хорошую позицию. Так мы и сделаем. То есть, мы подойдем и нанесем вот такой ударчик. То есть, видите, промазали. Увы, но ничего страшного. В принципе, вот здесь, видите, можно маневрировать. То есть, грубо говоря, можем выйти в ячейку, с которой можно выстрелить по этому противнику. У лучника высокий шанс попадания, поэтому, собственно, попали. Минус первый враг ушел. Осталось всего лишь трое. Это самые простые битвы. Дальше врагов становится намного больше. У наших героев появляется намного больше возможностей. Поэтому нужно понимать, что это лишь самое начало. И дальше будет капитальное развитие всего этого дела в более сложной механике. Но поначалу, поначалу все и правда достаточно просто. Обращаю внимание, что, видите, они бывают в фокусе каких-то юнитов. Кроме того, они используют возвышенности, используют укрытия. Поэтому с этими врагами нужно быть осторожным. Потому что, видите, например, у лучника противника высокая инициатива. Поэтому он постоянно ходит. И он может очень даже быстро расстрелять нашего лучника, который находится под угрозой данной ситуации. Поэтому давайте быстренько его спрячем в какую-то ячейку, с которой его не смогут расстрелять. Лучше, чтобы он был под защитой, чем его сейчас убили. То есть мы могли бы переместиться сюда, дать выстрел. Но это опасно, потому что эта ячейка, в принципе, может простреливаться вот где-то отсюда. Поэтому лучше мы туда выходить не будем. Оставим лучника просто в защищенной позиции. Будем доигрывать нашими бойцами. Лучником будем разыгрывать, учитывая, что есть синие поинты. Ну, в общем, сейчас это все разыграем. Но битвы достаточно интересные. Несмотря на то, что визуал, как видите, достаточно слабенькое. Но битвы интересные. Лично мне играть в нее достаточно интересно. И я могу порекомендовать, по крайней мере. Особенно, если вам понравилась игра Shieldwall Chronicles. Если вы помните, то это игра, которую я играл где-то год или два назад. У меня есть на нее обзор, я оставлю в описании. Там были очень похожие вещи в игре. Давайте сразу же выйдем сюда. И вот там, что круто было, то же самое, что и здесь. То, что можно в любой момент перекачивать скиллы. Перекачка скиллов, казалось бы, это не такая важная вещь. Но на самом деле, в чем прикол? Перекачка скиллов это возможность постоянно гибко подстраиваться под ситуацию. И если вы там решили пробовать что-нибудь новое, то разыграть новую какую-то комбинацию и так далее. И вот как раз и здесь, и там это было реализовано. То есть здесь в любой момент можно перекачивать скиллы. Попробовать что-нибудь новенькое, например. Как оно зайдет, не зайдет. То есть это реально респектовая тема. И я очень радуюсь, что в этой игре тоже есть. Давайте посмотрим, нет ли какой-то ячейки, с которой можем стрелять. Вот с этой ячейки можем выстрелить, кстати говоря. Давайте пробуем. Рискнем. Рисково, но 100% шанс. Вот, смотрите, после битвы мы получаем предметы. Получаем weapon скиллы. Получаем general скиллы. Эти предметы можно либо забрать в серии, либо забрать в части. Остальные сразу же будут проданы. То есть удобная система. То есть мы не обязаны забирать весь хлам. При желании можем себе забрать только самые ценные вещи и уйти. Но видите, здесь есть интересные предметы. Например, с очень высоким дэмэджем. Поэтому давайте заберем все. И сейчас я вам покажу, что происходит после битвы. Вот мы переместились в эту ячейку. То есть мы ее, грубо говоря, захватили. Ждем. У нас появляется какой-то еще диалог после этого. И нам сразу же предлагают еще пройти какое-то событие. Бывает это событие связанное с битвой, бывает нет. То есть в данном случае, например, можем, например, поприветствовать предателей. И чтобы не вспомнить, что мы знаем, что они предатели в таком духе. И таким образом мы триггерим новое событие. И видите, у нас появляется новая битва. Здесь уже куча врагов. То есть какие-то селяне, видите, они слабенькие. Они будут быстро умирать. Но мы появились в новой битве. Соответственно, мы снова сражаемся. У нас всего три бойца, поэтому, конечно, это сложно. Это я начал на сложности нормальное. И она, кстати говоря, постоянно настраивается. То есть если мы видим, что все плохо, то мы можем зайти вот сюда. В любой момент можем настроить всю сложность. То есть, грубо говоря, деможи увеличить, хит шанс увеличить, хп увеличить, хп противника уменьшить и так далее. То есть все это очень гибко, удобно. И если у нас будет желание, собственно, этим воспользоваться, то это просто отлично. Давайте я все покажу вам прокачку. Предположим, мы подрались. У нас все получилось хорошо. Мы получили уровень. Что получает наш герой? Это необычно. Потому что обычно мы получаем либо статы, либо какой-то скиллпоинт, либо что-то еще. Но редко мы получаем все вместе. В данном случае мы получаем сразу же три поинта. И это на самом деле очень приятно. То есть как это выглядит? Например, мы прокачались. Что у нас есть после битвы, возможности какие? Во-первых, есть возможность, конечно же, приодеться. То есть вещей у нас много. Есть разные вариации. То есть у нас у каждой вещи куча характеристик, которые они влияют. И мы можем вооружить нашу армию, соответственно, тому, как мы хотим видеть этого героя в том или ином виде. Смотрите, вот есть характеристики. Есть сила, которая влияет на мили демэдж, точность и контроль магии. Есть ловкость, которая отличает за инициативу, точность и рефлекс. Есть эндюранс, которая влияет на хп. И есть эгилити, которая влияет на уклонение и на мобильность. Соответственно, первое, что мы получаем, это поинт сюда. Например, прокачали мы себе немножко силы. Окей, идем дальше. Вот начинается прокачка оружия. То есть прокачка скиллов. Это пассивки, активки, это все вместе. То есть, грубо говоря, вот, например, defense stance, это скилл активный. Вот это, например, это пассивка. Например, пассивка плюс 15 демэджа. В то же время есть вариант вот такой. Это демэдж плюс 25, кавер бонус плюс 1%, донж минус 4%. То есть мы постоянно прокачиваем. Кроме того, смотрите, в любой момент мы можем все откачать. Вообще все. То есть мы не можем эти поинты перекинуть в другую ветку. Но мы можем в этой ветке перекачаться по полной. То есть, грубо говоря, он останется мечником, но, например, мы решили, что, блин, с него плохой танк. Давайте сделаем с него воина. В любой момент берем, бах, там, взяли, прокачали. Демэдж максимально. У него там плюс 60 демэджа. Вау, круто. Теперь он убивает там с одного удара. И вот эта составляющая, то, что он в любой момент перекачивается, она, с одной стороны, может показаться кому-то плохой. Потому что, блин, ты там отыгрываешь какую-то роль, там, и там, если он в определенную вещь прокачан, то он должен остаться таким же. Но, по сути, это дает гибкости. То есть, учитывая, что игра инди, кто-то может прокачаться плохо, это дает нам возможность перекачаться и не начинать по новой, не перекачивать новых персонажей. То есть это круто. Это реально круто. И последнее. Еще обычные скиллы общие. То есть это какие-то пассивки, такие, которые влияют в глобальном плане на жизнь персонажа. Например, это мобильность. Например, он будет более мобильным. Или там использование щитов. Или увеличенная инициатива. Мы можем выбрать все, что угодно. То есть это очень позитивный момент. Потому что мы, ну, видите, сколько здесь скиллов. Сколько здесь скиллов. То есть здесь под каждое оружие есть куча скиллов. И можно, учитывая, что у каждого юнита есть еще две ветки вещей. То есть, грубо говоря, мы берем, используем, например, меч. И возьмем, давайте, используем лук вторым. Вот куда он тут? Вот сюда. Повем, да? Лук вторым оружием. То есть мы можем комбинировать. И это открывает достаточно неплохие возможности для прокачки. Кроме того, вы видите, здесь показано количество поинтов. Я понимаю, что со временем их может стать больше. Например, две атаки будет и так далее. Это позитивно. Отдельно я запустил второй режим, в котором у нас уже, в принципе, есть какая-то готовая партия, которую мы можем управлять. И, собственно, в ней есть маги. Маги это интересная штука. Давайте я вам покажу. Есть такая штука, как спеллкрафтинг. Стание спеллов. У нас есть заготовки определенные. Но, кроме того, можем делать свои спеллы. То есть, грубо говоря, мы берем какую-то основу. Вот берем базу. То есть, например, наносит рандомный дэмэдж по атрибутам на какого-либо персонажа. И после этого у нас есть какая-то сила у мага. То есть у нас есть резерв. Видите, у нас drain control. То есть это степень магии, которую герой может совладать, которую он может использовать. И, соответственно, мы можем любой спелл, который мы сюда выставили, улучшить по любой из этих категорий. То есть, грубо говоря, есть глобальные модификаторы, есть эффекты. Например, можно сделать, чтобы он использовался после какого-то дилея. То есть, например, ты кинул спелл, прошел ход, после этого он использовался. Это может быть полезная из какого-то ловушка есть или какой-то параллич. Например, мы с этого хода увидим, что нам не важно. А вот в следующем ходу мы хотим, чтобы он запроличился и это может быть использовано. То есть тут куча эффектов. Реально, куча. Видите, то есть это можно любое заклинание сделать по своему настроению. Это, соответственно, и это получится очень интересно. Можно сделать любую вариацию. Можно нам какой-то хейст сделать, на который будет действовать, не знаю, очень долго. Или там будет действовать на, например, союзников рядышком. То есть тут есть эффекты, которые влияют именно на ячейки рядом. Или там, например, сделать, что он будет действовать очень долго. Или вот будут в виде ауры. Это все делает заклинание очень... Эту систему очень гибко делает. И на самом деле, ну, я очень доволен тем, что они сделали такую систему. Потому что я пока ее не увидел, мне показалась боевка такой. Типа, ну, неплохой, но без магии это было бы не так интересно. А с магией это становится гораздо более интересно. Также, по мере того, как мы пройдем по кампании, у нас появится замок. Такой замок уже во втором режиме сразу же есть. В этом замке у нас что происходит? У нас можно продавать вещи. Можно продавать караваны. То есть, грубо говоря, мы можем принести одной партии вещи в город. Отправить караваном другой партии. Можем в городе продавать предметы. Например, вот есть маркет. То есть наши предметы, которые есть, которые мы добыли, мы можем продать на маркете и получить за это деньги. И можем, соответственно, здесь как бы менеджить все эти наши партии. Также есть вариант рекрутмент. То есть можно будет нанимать бойцов. Есть у меня полная партия, поэтому некуда нанимать бойцов Но в принципе можно будет нанимать бойцов Создавать себе еще один отряд То есть это все тоже сделано Есть также party management То есть это как раз уже именно менеджмент моей первой партии То есть тут вот такая вот система есть Есть еще командные отношения То есть видите, здесь можно посмотреть С какими вот этими фракциями Какими семьями у нас какие отношения Что вообще происходит То есть какая власть у кого находится И это на самом деле очень позитивно Потому что мы можем контролировать глобальную карту То есть грубо говоря, к обычной тактической боевочке У нас добавляется какой-то менеджмент на этой карте То есть мы там смотрим, кто чем владеет Кто сколько получает денег Что мы хотим захватывать То есть если вам игра зайдет То в этой игре, я думаю, можно потратить немалое количество времени И это тоже позитивный момент Что касается магии в бою То она используется так же самое, как любые атаки То есть мы берем таргетинг Используем на противника, какого достаем Например вот этого И происходит вот такая анимация Просто сказать, что анимация магии мне больше нравится Чем анимация бойцов То есть, ну, будем откровенны Анимация здесь, конечно, сделана слабенькая Визуал слабенький Но само наполнение игры достаточно неплохое То есть сейчас я вам еще покажу, кстати говоря, битву с монстром Чтобы вы понимали, какие большие монстры здесь есть Вот бывает, встречаешь какую-то армию, там, селян Армию каких-то бойцов и так далее Но что ты скажешь, если ты встретишь однажды Вот это Смотрите на этот вид Это просто ужасающе Давайте пробуем с ним подраться Просто хотел вам показать, что здесь есть не только бойцы Можно траться с кустом, реально Уничтожать укрытие Достойный соперник, мне понравилось Так, ну давайте поставимся здесь аккуратненько И попробуем у него выстрелить Кстати говоря, не так уж плохо коцает Не знаю, что дэмэжа маловато, как-то получается Так, пробуем отсюда 6% Ладно, давайте отсюда А ну-ка Ой-ой Он двигается устрашающе, конечно Так, давайте Ну, он не такой страшный, как казался И он умирает вообще на ура Правда, еще не получилось у него ни одной тычки Возможно, на деле, кажется, все гораздо хуже Давайте посмотрим Не, ну это легко Да, ребят, вот такая вот игра Я надеюсь, что вам видео понравилось Обязательно поставьте лайк, чтобы поддержать этот проект Я надеюсь, что он будет развиваться И будучи работать над форматом Как это лучше делать, на чем акцентировать внимание Если у вас будут какие-то идеи, пожелания, пожалуйста, пишите Вот, на этом все Игра доступна в Steam, если у вас будет желание ее скачать Обзор на игру Shootwall Chronicles я оставлю в описании Помните, я в этом видео рассказывал про нее Вот, всем большое спасибо Обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны И до скорых встреч в новых видео Пока-пока